Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. В этот вторник Рязань посетил министр спорта России Виталий Мутко. Программа «Визита министра» получилась весьма насыщенной. Пожалуй, главным событием стало открытие современной академии тенниса имени Николая Николаевича Озерова. Это первый профильный спорткомплекс, построенный в рамках госпрограммы по развитию большого тенниса. Впрочем, во вторник Виталий Леонтьевич провел встречу с рязанскими тренерами и спортсменами, где обсуждались вопросы по развитию спортивной инфраструктуры региона. Открытие академии тенниса в Рязани стало громким и значимым событием для спортивного сообщества города и области. Почетными гостями торжества стали министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, губернатор Олег Ковалев, президент Всероссийской Федерации тенниса Шамиль Торпещев и заслуженный мастер спорта, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде, призер Олимпийских игр Динара Сафина. Я хотел бы выразить такое большое удовлетворение, что нам удается открыть сегодня еще один спортивный объект на рязанской земле. 7 лет назад Олимпийским подписали соглашение о развитии технической культуры спорта в Рязанщине и вот за эти годы построили совместно около 30 спортивных сооружений. Академия тенниса включает в себя 12 открытых кортов, в том числе центральный корт с трибунами на 500 зрительских мест с навесами, 6 открытых кортов с трибунами на 432 места, спортивный зал, раздевалки, мини-футбольное поле, теннисную стенку, гостиницу для размещения спортсменов, столовую и кафе, а также музей Николая Озерова. В этом году планируется организация спортивной подготовки для четырех групп на 30 мест. А в 2016 году количество групп увеличится до 12 и уже 100 человек смогут обучаться теннису на профессиональной основе. Шамиль Торпищев заявил, что Рязанская академия тенниса в будущем может стать местом проведения матча Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Посещать академию смогут не только спортсмены, но и все желающие. В России планируется открыть еще 12 подобных центров. Министр спорта Виталий Мутко в ходе визита в региональный центр провел несколько рабочих встреч. В первую очередь он пообщался с коллективом женского футбольного клуба «Рязань ВДВ» и ответил на волнующие команду вопросы. В первую очередь спортсменки пожаловались на устаревшее покрытие поля на стадионе «Спартак». Мутко пообещал максимально быстро перестелить искусственный газон. Также чиновник заверил, что исправит ситуацию с отсутствием освещения в СМИ федеральных и местных матчей. Мы строим манежи, вот уже шестой манеж. Сейчас у нас на повестке манеж в Тамбове, мы заканчиваем футбольный и начали в Перми. Вот два манежа. Сейчас вот с Олегом Ивановичем договорили, что следующее начнем делать здесь, уже в Рязани. Два клуба, женский и мужской, которые нужно развивать. Виталий Мутко уточнил, что строительство крытого футбольного манежа в областном центре планируется начать в 2016 году. Ну а в рамках встречи с представителями спортивной общественности Рязани министр заявил о необходимости грамотной градостроительной политики в целях развития массового спорта. В Рязани необходимо развивать зоны рекреации для занятий спортом. И эту задачу министр назвал одной из первоочередных. Чем больше у вас будет в регионе спортивно-матцевых соревнований, тем будет лучше. Больше вам скажу, что большинство регионов на это не обращают внимания. Правительство приняло решение, мы со следующего года навяжем, в том числе и Рязанской области регионов. Мы дадим, спустим перечень, минимальный перечень спортивно-матцевых мероприятий, которые каждый регион должен будет проводить в течение года. И тогда Олег Иванович, нравится или не нравится, вынужден будет на это тратить деньги. Также на встрече были озвучены вопросы, связанные с развитием спорта высших достижений. По словам министра, в регионах и в стране в целом необходимо формировать новую систему селекции и отбора талантливых ребят. Для этого нужно как решать кадровую проблему, так и создавать специализированные центры. Планы по созданию последних в регионе уже есть. Так, по словам губернатора Олега Ковалева, в регионе должны появиться центры футбола, спортивных единоборств, художественной гимнастики и легкой атлетики. Несомненно, заниматься спортом это хорошо, полезно как для здоровья, так и для фигуры. А вот вид спорта, о котором пойдет речь в следующем сюжете, мало того, что требует серьезной физической подготовки, пластики и грации, но еще и представляет собой очень красивое зрелище. На мастер-классе по полспорту бывала наша коллега Марина Комиссарова. Среди разнообразия направлений и видов занятий, спортивные школы и клубы все чаще предлагают полдэнс или полспорт. Танец на пилоне признан видом фитнеса, где пилон используется в качестве спортивного снаряда. Это спорт, улучшающий растяжку и координацию движений, развивающий гибкость и пластику, дающий нагрузку на большую часть мышц. Как отмечают спортсмены, он значительно повышает самооценку и подтягивает тело ничуть не хуже, чем занятия в тренажерном зале. Для женщины это незаменимый вид физической нагрузки, физических занятий. При выполнении элементов на пилоне участвуют все группы мышц. То, что касается физического преображения, очень очевидно. Это буквально-таки за месяц-полтора девчонки действительно преображаются физически. Может показаться, что для того, чтобы приступить к занятиям, требуется высокий уровень гибкости, выносливости и пластики, хорошей ловкости, координации и физической подготовки. На самом деле все необходимые навыки приобретаются непосредственно на занятиях. Практически все начинают с нуля, то есть каких-то особых требований в плане растяжки, веса или чего-то еще силы вообще не нужно. Все приходят, начинают заниматься и уже в процессе все нарабатывается. В последнее время внимание к пилонному спорту просыпается и среди мужчин. Полдонс сюда меня привлекало своей грацией, своей силой, своей мощью, своей энергией. Но для подготовки спортсменов требуется такой набор, как выносливость, гибкость, сила, координация. То есть все те качества, которые обычно используются в профессиональном спорте. Ты пришел уже подготовленным человеком, долгое время довольно-таки за ним практиковал йогу. Ну да, у меня была то, что называется растяжка, ну были небольшие акробатические навыки, но, конечно, я тут столкнулся с таким усилием, с такой физической силовой нагрузкой, которую раньше до этого нигде не претерпевал. Василий пришел к занятиям уже подготовленным физически. Благодаря йоге он обладал хорошей растяжкой и выносливостью. Между тем и ему пришлось столкнуться с тем, что пилон – это тяжелый труд и работа над собой. У меня такие были сомнения, как я буду выглядеть, как отнесутся к этому мои друзья. Ну, я познакомился со многими представителями мужского полдэнса. Ну, это действительно суровые парни, из которых можно делать легированные гвозди, которые закаленные, которые сильные, которые красивые и ничего не боятся. Так что я думаю, что, да, полдэнс для мужчины, ну, скажем так, это начало, продолжение, наверное, воркаута, да. Только здесь больше, может быть, гибкости используется, но такие же, как в джимбаре, многие постановки рук, но многие выходы, которые, в общем-то, используются действительно специализированные только в полдэнс. Практически никакой акробатики больше их нет. В нашем сравнительно небольшом городе интерес к пилонному спорту довольно велик. Спортсмены развиваются, и чтобы выйти на новый уровень, многим требуется особая мотивация. Направление полдэнс на сегодняшний день динамично развивается в нашем городе. Мои ученицы уже достигли того уровня, когда хочется попробовать что-то побольше, поэффективнее. И в этом лагере у нас характер лагеря сам спортивный. Отдыха практически не будет. Тренировки, тренировки на турниках, воркаут. Для этого мы пригласили в лагерь действующего чемпиона мира Кристиана Лебедева. Сконцентрировано, у вас должен быть четкий старт. Понятно? Все решают бедра, все ваши бедра решают. Вот вы встали, локти на носки встали, локти здесь у вас, бедра заряжены с носками. И резко поднимаете, и с головы поворачиваете. Этот лагерь для девушек, которые хотят совершенствоваться. Они приезжают в этот лагерь, они совершенствуют свой уровень. И смотря какая твоя задача стоит. У всех людей свои задачи. Кто-то приедет пообщаться, кто-то едет потренироваться, кто-то чтобы вырасти. Сейчас начали парни появляться, потому что начали большую делать пропаганду мужского. Больше видео начали снимать. И уже как-то парни смотрят, уже как-то приходят. Потому что стало больше видео, больше видео, больше фото. И больше вариантов поехать куда-то на Арнольд Класси, поехать в Америку, еще куда-то. Стало интереснее, стало возможным новой функцией. Из-за этого парни смотрят, ага, ага, я могу поехать туда, я могу здесь поучаствовать. Из-за этого все люди стараются уже подходить. Сейчас уже парни начали появляться больше. Мастер-классы, занятия на турниках, кроссы. Три дня, в течение которых рязанские спортсмены перенимали технику чемпиона. В нашем городе опыт проведения подобных мастер-классов уникален. Здесь они повышают планку. Конечно же, ты поднимаешь много-много ступенек вперед за короткий промежуток времени. Ну и ты смотришь на этих людей, учишься у них. И, наверное, берешь качества, которые тебе нужны. Тем приятнее было слышать от Кристиана, пилонный спорт в Рязани на достойном уровне. Если так смотреть по развитию, Россия стоит на первом месте. Если смотреть, допустим, на самые развитые, как Америка, Америка, я думаю, месте на десятом. На десятом месте по развитию. На втором месте можно сказать... Сложно сказать, но я могу сказать просто, где мне понравилось. Мне понравилось в Чили, мне понравилось в Гватемале, мне понравилось в Панаме, а также в некоторых городах Бразилии хорошо, в Европе так себе люди по лайту. В спортивном пилонном танце уже больше 10 лет проводятся различные конкурсы и чемпионаты. Для спортсмена важно уметь сочетать трюки, переходы между ними должны быть чистыми. Большое внимание при оценке выступлений на чемпионатах уделяется качеству исполнения трюков и проработанности таких деталей, как натянутые носки и прямые колени. В большинстве случаев приветствуются оригинальные связки элементов и связь акцентов в движениях с акцентами в музыкальном сопровождении. Стоит отметить, что региональные чемпионаты проводятся и в нашем городе. Скоро будут соревнования и хотелось бы что-то именно хорошее подготовить, как-то хорошо выступить для самой себя даже, а не для кого-то. Ну и думаю, все-таки это опыт, потому что тренер новый, новые трюки, новые люди и много работы. Примечательно, что о достижениях рязанских спортсменов, тренеров и учителей физкультуры не забывают на государственном уровне. В прошлую субботу спортсмены, тренеры и любители активного образа жизни отмечали День физкультурника. Основной площадкой в городе стала улица Почтовая, где горожан привлекали к занятиям физической культурой. В эту пятницу улица Почтовая, как, пожалуй, главная на сегодня площадка для массовых гуляний, была дана спортсменам и любителям здорового образа жизни. По всей длине Рязанского Арбата организовали секции, призывающие горожан поддерживать свою физическую форму. В начале празднования Дня физкультурника состоялась официальная церемония награждения ветеранов спорта и тренеров, которые внесли весомый вклад в развитие физической культуры Рязанского региона. Они получили грамоты и скромные подарки. В целом занятия физической культуры, кикбоксингом, всеми единоборствами, они во многом дают не только здоровое тело, то есть крепкое здоровье, также они формируют характер, волю, стремление, работоспособность, все, что иной раз необходимо в жизни. Далее зрители разошлись по спортплощадкам. Юные физкультурники могли поиграть в хоккей на траве, погонять мяч и полазить в мягком лабиринте. Зрителей постарше ждала зона армрестлинга, настольного тенниса, а также спортивная викторина для всей семьи. В середине улицы организаторы установили турник, положили гири, и каждый зритель мог ознакомиться с нормами физкультурного комплекса ГТО. Мы приветствуем это постановление, и хотелось бы, чтобы ее поддержали прежде всего молодое поколение, в школах, в институтах, в техникумах. Это тот комплекс, который дает общефизическое развитие. И это развитие очень важно для, во-первых, для всего государства нашего российского, а во-вторых, за молодежь, которая поступает в армию, сильные, здоровые, смелые. Они всегда могут решить самые трудные задачи с помощью, конечно, спорта и непосредственно ГТО. Пользовались большим зрительским вниманием и борцовские маты. Здесь самбисты, дзюдоисты, каратисты и борцы демонстрировали эффектные приемы своих единоборств. Люди посмотрят, какие виды спорта есть в нашем городе, посмотрят. Здесь ребята же непростые, ребята там кандидат в мастера спорта, победители первенства России. Они наглядно посмотрят ребят, посмотрят, что они умеют делать, кто-то запишется, придет. Так что это, ну, спорт у нас, мои единоборства, потому что в Рязанище широко развиты, поэтому кто сам что выберет, самболь, дзюдо ли, реперимскую борьбу или вольную борьбу. Кому что понравилось, тот придет, запишется, будет тренироваться. Ну и уже традиционно пятничные гуляния на почтовой сопровождались ярмаркой народных промыслов, распродажей поделок народных умельцев. А в разных концах улицы выступали коллективы музыкантов разнообразных стилей. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА